спасибо большое добрый день ну зачем я приехал в казань формальный повод 15 лет эху казани нашим партнером и коллегам но на самом деле я приехал повстречаться с людьми которые во многом определяют политику вашей республики внутри российской федерации мне это удалось вчерашний день начался со встречи с мэром казани и суром мэтшином мы сделали интервью поэтому на сайте можете посмотреть сами затем в частном режиме в частном порядке я встретился с президентом рустамом мини хановом мы поговорили о разных вещах которые касаются прежде всего этноса татарского этноса истории татарского этноса в истории российской федерации углубляться бы не хотел на какие-то вопросы наверное отвечу сразу после вас я буду встречаться тоже в частном порядке с ментимиром шамиева первым президентом татарстана потому что для журналиста который занимается политикой в российской федерации очень важно понимать что думают вот эти люди возглавлявшие или возглавляющие республику о том как процессы какие процессы происходят нельзя просто сидеть я считаю в интернете читать какие-то публичные заявления и на основании этих публичных заявлений формировать свою точку зрения на самом деле настоящая журналистика настоящий там аналитическая журналистика скажем она бывает разной должна строиться не только на открытых встречах не только на том что хотят публично заявлять те или иные люди принимающие решения знаете есть такое слово 10 мейкеры люди принимающие решения но и в частных беседах я всегда так делаю и вам советую те кто будет заниматься журналистикой без права цитирования без права записи задавать прямые вопросы получать кривые ответы естественно но все равно понимаем да что они кривые что не все то что люди думают могут сказать журналисту тем более приезжему но иначе у вас не появится картинки что происходит на самом деле наверное еще с кем-то можно встретиться встретился с вашим ректором только что но у нас была краткая 20-минутная встреча я буду еще встречаться и вчера встречался советниками президента буду сегодня еще встречаться после я не знаю сколько времени займет встреча с первым президентом но там есть у меня еще планы и не для чего я не делаю никакой материала татарстане я не делаю никакой специальный материал к ну кроме интервью мэтшена да если бы там президент или бабай сказали бы давай сделай интервью у меня всегда с собой микрофон потом всегда в любую секунду если человек захочет я достаю и тогда мы понимаем что это открытая история я прилетел к вам из беларуси да я был полтора дня в беларуси значит та же самая история я в закрытом режиме вы знаете что там идет разговор о глубокой интеграции возможно объединение в глубоком закрытом режиме я встретился с нашим послом беларусь дмитрием мезенцев после чего я начата мы ужинали накануне потом я ужинал с министром иностранных дел беларуси тоже не под запись я вижу как одни и те же проблемы по-разному рассматриваются российской федерации и беларусь и значит у меня в голове происходит тогда некий объем возникает до картинка 3d я слушаю аргументы я слушаю аргументы я слушаю аргументы выстраиваю собственной конструкции в этом тайна успеха на самом деле потому что когда значит появился интернет а сейчас активно развиваются соцсети очень многие мои коллеги и публицисты а им достаточно вот там а вот там канцлер фрг заявила что-то да и вот на основании этого делается некое умозаключение которое как правило неправильно что имела ввиду канцлер фрг что имеет ввиду ее оппоненты то же самое там месяц назад я ездил в киев и встречался с разными людьми со сторонниками зеленского с противниками зеленского со сторонниками русского донбасса с противниками русского донбасса мне надо понимать что происходит на самом деле и это не для интервью и это не трансляции вообще журналист не транслятор то есть есть конечно журналисты трансляторы да вот ему сказали и он это как бы пересказывает это там первый уровень так можно так можно но этом нельзя останавливаться потому что самая ценность что сейчас есть журналистике это не передача информации вот если тут люди у которых нет аккаунтов социальных сетях вообще нету никакого нигде нет вас да то есть вы имеете а допуск к тем социальным сетям где у вас аккаунт и второе вы сами производите некую некий продукт может быть эта информация может быть это репортажи там когда вы пишите там сегодня погода у нас в городе такая то вы чего делаете вы исполняете мою журналистскую работу вы сообщаете своим подписчикам что когда я еду в казань надо взять плащ понимаете и ваши подписчики это знают вы занимаетесь журналистской работы когда вы пишете свое мнение или посылаете картинку в инстаграме вы таким образом занимаетесь прото журналистской работы поэтому доступ к этому огромный значит это становится не ценно это обесценивается информация в этом смысле обесценивается а плюс к этому огромное число не хочу никого обидеть использовать слово дезинформация огромное число не точной неполной и несвоевременной информации опасность же в этом опасность не в прямой лжи да вот то что говорят фейк нюз для меня очевидно что фейк нюз если говорить там серьезно это прямая ложь сделанная сцени ошибка ложь сделанная с целью добиться какого-то результата ошибки могут быть но я на основании информации должен принимать решение вот мы с вами сейчас все договоримся и напишем в своих аккаунтах знали в казани вдруг плюс 30 знаете вот все люди которые вас считают и смотрят что там случилось казани метеорит упал потому что мы все разные мы ничем не связаны значит у нас здесь там я не знаю 100 человек в разных аккаунтах появляется да такая информационная атака зачем да мы пошутили а люди которые собираются в казани которые на вас подписаны некоторые из них не будут проверять по гесметию и не возьмут с собой плащи а поедут в шортах и в рубашечках с коротким рукавом вот в чем история поэтому информационное поле огромное ценность информации снижается тогда вопрос а на чем повышается ценность информации это же весы где капитализации вот тут я вам скажу страшную вещь а за последние года три на мой взгляд все что я говорю это мой взгляд это не обязательно правда но я в это верю и поэтому для меня это правда повышается ценность то чего в журналистике называется opinion мнение вот мнение это очень хорошо видно скажем на рейтингах эхо москвы в москве вы знаете тем кто служит тут есть люди которые слушают эхо москвы есть ну вот вы понимаете стоит программа особое мнение в 17 по москве стоит программа в 19 особое мнение и стоят большие новости между ними значит график выглядит так 17 18 19 то есть люди потребляют мнение больше чем новости почему потому что в новости много источников они хотят слушают эхо они хотят зайдут соц сети они захотят там прочитают какие-то сайты и мне без все новости одинаковые приблизительно да но только мы ставим на первое место там я не знаю там формулу штанмайера а кто-то поставит там взрыв в мексике неважно но они набор приблизительно одинаковый а вот мнение то есть мнение не эксперта а публициста ярко выраженное там какой-то невзоров какой-нибудь да это конечно фантастическая история люди приходят на него люди приходят на opinion им важно мнение теперь что касается мнение журналистов как я формирую свое мнение относительно процесса движения не скажу объединение россии беларуси вот например я съездил я поговорил со всеми вернусь в москву поговорю со всеми у меня сложится картинка и люди знают что это я не придумал что это я не сфантазировал а что это я сконструировал на основе моих встреч и разговоров то же самое как было в крыму когда за два месяца до присоединения крыма я сказал крым будет взят меня посмеяли все в россии в украине какой крым ты о чем вообще не стало слово в повестке дня крым не стояла в феврале январе а я встречаюсь с разными людьми и в россии и в украине или на украине как удобно да людьми принимающими решения чувство общественное мнение сказал что скорее всего все это кончится я правда сказал так восстанием в крыму и присоединение его к россии это была конструкция только потому почему я великий ты великий великий почему они считают что я великий потому что мои потребители меня что называется да они знают что я не фантазирую я могу ошибаться ну конечно я могу с кем-то не встретиться ну конечно но все знают когда я что-то утверждаю значит это сложилось да у меня и в это моя капитализация моя капитализация в моей репутации и ваша капитализация капитализация это не зарплата чтобы вы понимали да это доверие следствие может быть предложение работы конечно то есть зарплата она в доверии как вы завоевываете доверие вы завоевываете доверие качеством материала еще раз не новостного материала вам может повезти и вы достанете один раз новость эксклюзивная все это ой какой он молодец как вы молодец да это правда но это один раз а вот когда вы работаете в исследовании потому что опинин это исследование это у вас постоянная работа вы постоянно производить опинин вы должны учиться самим делать выводы и продавать эти выводы той аудитории которая вас читает и не важно где в твиттере в инстаграме фейсбуке на радио на телевидении в газете и когда люди там покупают газету не ради того чтобы прочитать газету а ради того чтобы прочитать этого автора когда я сам захожу на тот или иной сайт не потому что я читаю все на этом сайте потому что я там ищу автора когда я включаю радио не потому что я слушаю все эхо москвы с утра до вечера у 5 7 бог во все бы уже были больными окончательно да но кто-то приходит на шандеровича кто-то приходит на шевченко кто-то приходит на невзорова кто-то приходит на венедиктова да а потом уходит есть люди которые приходят слушают эхо москвы только ради одного автора вот час в неделю ну и хорошо значит этот продукт для этих слушателей является важным вот сделать себе имя на чем устойчивое на чем на умение анализировать сейчас спрос такой потому что умение производить новости сейчас в другой среде в среде соцсетей их много какая разница кто на 10 секунд раньше написал там молния ударила там в мавзолей но все напишут что молния ударила в мавзолей кто-то напишет это в 10 00 а кто-то напишет в 10 01 какая мне разница где это прочитал никакой и я помню кто написал первый на мне зачем я помню источник да нет но когда я буду рассказывать что после долгих решений совет по безопасности решил вынести владимир ильича ленина из мавзолея в результате повреждения мавзолея и перезахоронить его в канзанском университете там где он учился во дворике под памятником да вот и скажу там ректор не против так это сарказм на всякий случай мы это не обсуждали это на всякий случай да но когда как конструкция будет понятное когда я поговорю с ректором поговорю с хранителями тела не пострадало ли она поговорю с кремлевской комендатурой которая отвечает за это да и выстроится некая конструкция возможность такая есть но в любом случае она уходит на ресторан вот он из одной вот и все будет помнить а венедиктов первый сказал что под памятником молодому ульянова вот вот это и есть работа понимаете на самом деле вот вся эта вот блестящесть внешне о которой вам говорю и вот вы меня встретили аплодисментами вы меня знаете внешнего за этим стоит поверьте мне большая и тяжелая работа каждодневная вот была история чтобы объяснить на пальцах приезжал к нам на эхо еще старый отец нынешнего азербайджанского президента алиев гейдар алиев старый старик уже совсем старик и значит естественно как всегда перед интервью в прямом эфире в студии и значит как всегда впереди приезжает там пресс-секретарь помощники там и так далее и они говорят что алексей любые вопросы любые вопросы кроме одного в азербайджане начинается избирательная кампания не спрашивая будет ли он баллотироваться снова потому что мы должны это объявить внутри республики до него не в россии будучи в баку нормальный вопрос но я думаю зачем тогда он ко мне приходит приехал алиев ось старец а я был такой еще борзый я был еще молодой что называется мы садим эфир прямой мы садимся я понимаю что не могу не задать этот вопрос все равно ну вот пусть он ответит как ответит но все услышат и значит понятно что в этот момент эхо слушают все там азербайджанцы армяне русские там посольство понятно и я естественно так легко ну так пробрасываю говорю вот гейдар альич скажите пожалуйста а вы будете баллотироваться на новых президентских выборах он мне говорит алексей я свое решение объявлю я знаю ответ заранее в баку ну и так далее в своей стране значит проходит там чего-то говорим про карабах говорим там про торговлю оружием ну как с президентом говоришь готовишься а меня значит грызет мысль потому что если он объявит что будет это все процитируют эхо москвы понятно да это вот слава мировая сейчас слушаю я говорю не но все-таки гейдар альич вот народ спрашивает от идут смс ки туда идут на пейджер тогда пейджер был вы будете принимать участие в президентских следующих выборах алексей я же тебе сказал то есть так легка унижает на ты там все как надо мне нужно добыть информацию и он отвечает а у меня мозг работает прямой эфир очень сложно ребята ты же понимаешь что ты на сцене вот как я перед вами я же не могу сделать вид что мы тут в закрытом режиме он камер стоят да кто-то транслирует чего-то и я понимаю что он тоже на сцене он тут так опытнее чем я и значит и вот идет последняя минута тайма что называется дальше новости я думаю как бы его так цепану чтобы он хоть что-то там что он подмигнул там я думаю спросить его что там типа будете будете ли вы баллотирует подмигните а там телевидение стоит ну хотя бы российская но но это выглядит глупо по радио согласитесь да и я уже в отчаянии говорю горю гейдар алиев там секунд 30 осталось и он тоже смотрит на часы что так будем баллотироваться или не будем баллотироваться он так посмотрел на меня и как я понимаю пожалевского что все этим оставлять что ли и у меня на экране тут же вот на экране где у меня это агентство франш пресс гейдар алиев будет баллотироваться эхо москвой это было такое копание 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 да в общем интервью было скажу вам честно говно и все потому что я постоянно думал о цели понимаете куда я его должен загнать и понимал что я опытного президента не загоню он уйдет но в ту секунду почему-то он решил в таком вот экзотическом виде это объявить я вышел на рубашку было просто отжимай хотя чего такого-то 20 минут было интервью или вторая история с другим президентом с президентом белоруссии александр григорьевич и не ждите меня чтобы я путин рассказал александром григорьевичем лукашенко да там была история значит один российский журналист который был женат на белорусской гражданке и там было пять дочерей он был выслан из белоруссии журналистом тв по-моему не помню стрельников по моему фамилия не помню давно было он был выслан и когда к тебе приходит президент да то ты не можешь не задать вопрос там из солидарности это очень важно никто же не задаться кроме эхо ну понятно а наши опять приезжают эти хвостозаносящие и говорят любой вопрос вот хотите про картошку хотите про атомное оружие значит только просьба от президента не спрашивать про этого журналиста со мной разговоры я главный редактор а мы должны были делать у лукашенко с моим заместителем сергеем бунтманом он должен был сидеть посередине там тоже телекамеры все вот так всех городских государственных каналов белорусских и российских и он должен был сидеть посередине нас ну я как всегда говорю ну конечно воля президента закон там какую-то ерунду обычно говорю чтобы понимали как это все происходит как добывается вот этот грамм руды иначе уходят эти охрана там и мне серёжа мой замок я не могу я не пойду в эфир без этого вопроса и начинается скандал между ним и мной да а сейчас вот интервью его серёга это же я сказал что я не буду спрашивать это же я не буду спрашивать у тебя микрофон открытой ты же бандюга я же не знаю что ты там устроишь в прямом эфире вспомнил успокоился но было еще смешнее приходит лукашенко садится между нами все а там сзади за камерами значит охрана пресс-секретарь посол как надо тогда мы видим все это и значит 40 камер все как надо интервью картошка атомное оружие все как надо дальше а серёжа он человек интеллигентный в отличие от меня ему тоже неудобно вроде главный обещал да а ну анизовать нельзя и он значит начинает заход знаете так вот загиб петра великого что называется у нас вот так вот александр григорьевич говорит он на него так глядит александр григорьевич вот сейчас в мире очень много поднимается вопрос о разделении семей вот в белоруссии очень много живет людей из других стран дальше александр григорьевич лукашенко поворачивается к нему и говорит эта фраза у нас до сих пор ходит потому что там 15 лет на мучайся сэрожа я тебе помогу значит я уже значит там это вцепился встанет и уйдет нет конечно хорошо для эхо хорошо скандал президент вышел из студии там еще кинула охрана чем бомбу какой-нибудь вот и он ему говорит это это гениально после этого передача должна была закончиться потому что я человек смешливый меня во время эфира смешить нельзя я потом уже не могу собраться разлетаюсь и начинаю хихикать мерзко и они очень обижаются все и он его говорит фразу вот начало и конец запомнили сэрожа говорит он ты меня хочешь спросить про этого негодяя стрельникова никогда отвечаю тебе а там про секретарь я же вижу их всех там никогда говорит президент белоруссии никогда в жизни этот негодяй не ступит на территорию беларусы я вам всем заявляю всем вам заявляю никогда и никогда и вообще он даже не просил это все в одной фразе не просил вернуться в беларуси он не просил я первый раз слышу что он хочет вернуться в беларуси он разве хочет вернуться в беларуси а значит хочет вернуться в беларуси а значит в беларуси лучше чем в россии пусто приезжает это вы ему аплодируете то есть он нас сделал как мальчиков мы уже там седые бородатые усатые вот президент сделка вот это не никогда к этому не бываешь готов но на самом деле поскольку у меня там была заначка но мы сразу тему начали развивать и тут же усыпется там агентство тасс француз пресс президент лукашенко разрешил там стрельников это ты 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 там мне звонит там прямо пока я сижу в эфире мой кабинет звонят там из нтв готовы билеты берем он на нтв работал ночью вот такие истории то есть на самом деле а все равно ты добиваешься своего надо готовиться и не надо бояться ну что могло встал ушел ну что он больше не придет номер ну что наша капитализация ваша наша наша общая капитализация заключается в том что мы делаем то что считаем правильным потому что фальшак он слышен ну во всяком случае на радио я не готов вам сказать как там в сетях я думаю что ваши профили в сетях вот ваши подписчики они чувствуют когда у вас идет фальшак фальшак это страшная история даже когда вам кажется что это вот один раз совру другой нет это потери доверия потери капитализации поэтому когда их если вы готовитесь еще раз повторю неважно вы там будете журналистами лет вы уже в публичной зоне да у вас уже есть подписчики ваших социальных сетях у вас уже есть аккаунты то есть у вас есть люди перед которыми вы распространяя свою информацию или с картинка тоже информация взяли обязательства вот надо помнить о них а тех людям которым вы интересны почему-то информации картинками мнениями да кто его знает почему на вас подписываются незнакомые вам люди знакомые понятно они знакомые а что они вас такого нашли задумайтесь как-нибудь значит вы им чем-то полезны или интересны их нельзя обманывать себя можно их нельзя это новое в журналистике но все равно этим я завершаю вот эту часть свою как бы если можно сказать про лекцию я могу долго разраза разные истории историки рассказывать еще одну расскажу а потом к вопросам перейдем вот эта история она понимаете она очень важная потому что вот своих журналистов которых я беру на эхо я в год беру один-два человека молодых я начинаю разговор мне совершенно неинтересно какая какое у них образование на смысле к у них диплом если у них диплом к государству работа я им говорю теперь ваша репутация это репутация эхо москвы ты идешь с аккредитация эхо москвы последний расскажу сейчас путин от все равно спросить опережу значит значит моя репутация венедиктова зависит от сопляка журналиста который встает и говорит я эхо москвы или там работает во время митингов или разгона митингов от твоего поведения будет зависеть отношение лично ко мне вот мои где риски и к тебе но и ко мне и и вот история последняя рассказываю потом по вопросам перейдем это история вот эхо москвы и путин год тому назад на пресс-конференции я сказал что все больше не хожу на эти большие пресс-конференции но я ну правда я уже великий и старый сидеть там пять часов с надеждой получить вопрос но уже я лучше в кабинете попивая там скажем водичку буду смотреть его по телевизору если надо и значит своего молодого заместителя лёшу соломину отправляю на пресс-конференцию а надо понять что конечно же пресс-секретарь дмитрий песков чтобы вы понимали вот это же не такой зал вы наверное видели пресс-конференции президента это огромный зал значит телевидение свет суда зал не виден да то есть это вот почему там будет а вот опять ему дали потому что когда он знает лицо инстинктивного тыкаешь знакомое лицо и поскольку лёшу соломин он незнакомое лицо я ему говорю что я позвоню пескову скажу ты мне позвонишь где-то сидишь ну чтобы приблизительно даст даст не даст не даст эти вопросы ну потери нет он это что будем спрашивать откуда я знаю чего мы будем спрашивать это уже твои риски это уже не мои риски вот я хочу спросить про расследование убийства немцова спрашивай что-то меня спрашиваешь ну давай он говорит а вот если до меня спросят я говорю ну скажи что ты не не понял или не расслышу и переспроси бывает же так ну хорошо ну что он уходит я включаю себя набился в кабинет народ потому что ну интересно на новенького пошел а я ему говорю что имей ввиду путина очень тяжелый взгляд и у него тяжелый взгляд не только потому что у него тяжелый взгляд а потому что свет ему в глаза поскольку его снимают и он будет всматриваться в тебя тебе вот казаться что он тебя буравит поэтому ты ему в глаза не смотри а смотри в переносицу потому что тебя тоже показывает этот момент то что видно что когда люди это не по это начинает отводить глаза лишь бы не смотреть и выглядит это смешно вот такие тонкости чтобы понимать что все будет по телевизору на весь мир же пресс-конференция которая вот это идет все на все там я позвонил песку говорю дим мой будет сидеть слева вот я его вижу сейчас вот в чем он я говорю он в красной рубашке специально в яркой ну чтобы вот как вы и как я чтобы не потеряться вот в серых пиджаках что называется не вот эти вот плакаты там дурацкие да это это раздражает на самом деле а вот ну вот одет чек чтобы заметить окей хорошо проходит пол пресс-конференции дальше прошло два часа радио встало про все набились мой кабинет смотреть ну мы там издевательски все это комментируем если кто-нибудь писал нет кто-то пишет наверное но если написал и потом дал послушать я думаю что было бы весело и значит дима псков так он чувствует что пошли вопросы какой вы великий почему вы такой великий да что же вы такой великий да когда вы к нам приедете да не привезете нам собачку пошел блок так вот подает и так песков так а ехо москвы где у нас тут где у нас тут слева там это я я я а путин-то меня знаю смотрит и вот показывает какой-то другой эхо москвы понимаете это же видно все потому что камера на него наезжает и он так всматривается нехорошо всматривается самозванец какой мы владимир владимирович а про немцова уже спросили чем спросили дурацкий он так отмахнулся да там что сказал следствие идет там вот пусть суд решает встает и я сижу у себя в кабинете там народ вокруг как он справится встает так это кстати в интернете можете найти наберите соломин путин и там соломин немцов путин и он берет так владимир владимирович на феха москвы алексей соломин путин так камеры показывают вот я хотел спросить вас по поводу убийства немцова такая пауза путин так ну типа уже говорила я знаю что вы уже отвечали но я не понял я полгать но я тупой опять путин значит не понимает троллит его что ли кто этот и он в отчаянии уже там а вот так все ждем сейчас чтобы он вообще но я тупой владимирович ну как наш главный редактор вы же можно я знаете на буду а ну да бывает говорит путин иначе 10 минут про немцова но мы потом конечно алексея напоили в усмерть за первую победу но но этим он вскрыл его понимаете да значит они забыли оба про зал у них установился контент был не специально это понятно было инстинктивно от отчаяния но потом цитировали с этой пресс-конференции более того все центральные каналы которые нас не очень любят надо сказать да они радостно услышав что на эхо москвы тупой главный редактор о чем путин их заявил публично подтвердил они значит этот кусок все время показывали в течение трех дней я тупой как наш главный редактор возникала плашка эхо москвы да и будет добывает собственно говоря вот вот каким образом строится бренд эхо москвы так что вы если я чего не отвечу вы понимаете да вот я я сертифицированный президентом тупой давайте вопросы сначала на второй вопрос если не можете выполнять свой журналистский долг уходите из профессии реалии не имеет журналистскому долгу никакого отношения я пытался объяснить что собственно говоря самое главное быть честным перед собой да вот вот если не можешь там быть врачом уходи иначе пострадают пациенты если не может быть учителем уходи иначе пострадают ученики если может быть журналистом уходи ничего страшного нет у меня ушло много журналистов это профессия очень опасно она физически опасно чтобы вы понимали в россии это вторая профессия по гражданская после шахтеров по количеству погибших искалеченных и так далее и так далее гражданскому не считаем правоохранителей вторая поэтому она опасна и физически поэтому второй вопрос он легкий светлана прокопьева а ну вот меня два дня нет или три дня нет я не могу сказать чего вы же понимаете что есть публичная позиция моя да и не только моя солидарность корпуса это очень важно солидарность корпуса очень важно есть не публичная моя работа по разбору это истории с людьми которые принимают решения скажу так я нахожусь в процессе вот я свернусь и буду находиться в процессе а публичная работа мы призываем всех к солидарности и это это оказывает свое воздействие на решение по судьбе светланы прокопьеве дело политическое решение будет политическое значит любое решение будет не юридическое а политическое любое и в этом смысле можно вполне и давить и взаимодействовать я с этим работаю больше ничего не буду говорить чтобы не навредить я здесь не как журналист в этом смысле телевидение и наверное конечно же как вы знаете товарищ соловьев на радиостанции вести фм назвал татарстанца извините за выражение мразью и как вы считаете допустимы ли такие оскорбления в адрес слушателей смотрите ваш вопрос хитрый лицемерный потому что уже не прослушно если бы назвал не татарстанца а жители липецка вы хотите про татарстан или про липецк или вообще давайте вообще без разницы скажите а вот в твиттере можно называть мразью вот у меня 754 тысячи подписчиков в твиттере я могу там кого-нибудь назвать мразью а если я могу там почему я не могу на радио история в том во-первых это отвратительно во-вторых мой комментарий такой что уж в мразях так соловьев разбирается хорошо потому что себя он знает хорошо и меряет это тут конечно он специалист по мразям безусловно но все равно он на первом месте все остальные ниже но это действительно безобразие и это нормально подавать на него в суд я знаю что него подали в суд но я хочу сказать гораздо более серьезную вещь вам дело в том что социальные сети это новая среда где действуют новые правила и когда человек и там и здесь эти правила переносятся а из онлайна в оффлайн это размывание не журналистское поведение то что раньше люди позволяли себе только на кухне да называя там кого-то мразью они сейчас думая что они на кухне позволяют это себе в твиттере где 700 тысяч подписчиков или на радио где 500 тысяч слушателей да то есть поведение размывается это факт с моей точки зрения это недопустимо ну и что а он считает что допустим вот что что с этим делать подали в суд правильно посмотрим как бы как я понимаю подали в суд отдельная история связанная с тем и это меня порадовало что вот у этого жителя вашей республики высокое чувство собственного достоинства и мы говорим если вас оскорбили мы против я против того что ужесточали регламентацию СМИ я против регулирования вот против категорически но я считаю что общие законы достаточны это все равно что человек на улице на площади крикнул этому человеку мразь а какая разница он публично его оскорбил у нас есть законы про оскорбление надо подавать в суд и разорять не сажать за слово нельзя разорять подавать и подавать понимаете если бы там миллион двести пятьдесят тысяч казанцев подали бы одновременно в суд миллион двести пятьдесят тысяч жалоб я думаю мало бы не показалось дело не в результате а дело в солидарности хочу сразу вам сказать что вся солидарность с этим оскорбленным жителем татарстана она индивидуальная там кто-то его поддержала кто-то написал ему молодец и все но такой вот солидарности публичной общей солидарности там петиции не было у вас не было и до тех пор пока нет такой солидар вот на меня может повлиять вот если там сто тысяч человек там написано что Виндиктов считает неправильным то-то и то-то заставит меня задуматься потому что я испугался а что я не так сделал знаете у меня была история я всю жизнь говорил на Украине в Советском Союзе говорили на Украине Тарас Шевченко писал на Украине всю жизнь и вот когда там в четырнадцатом году все произошло и когда украинские коллеги коллеги просто украинцы стали воспринимать словосочетание на Украине как оскорбление как сознательное коверкание языка ну что мне тяжело я сделал над собой усилия я переучиваюсь внутри себя я не делаю вызов не показываем средний палец я пытаюсь говорить в Украине мне все равно да но именно потому что один уважаемый человек другой уважаемый человек третий уважаемый человек мне пишут там они стали это забирать им важно как я им важно как я считаю я начал говорить в Украине я не вижу в этом для себя никакого оскорбления если людям обидно по каким-то причинам я про это даже не думал но их солидарная позиция уважаемых мной людей заставила меня извините поковеркать как я считаю вот то что я впитал с молоком матери вот это словосочетание и не вижу никаких проблем добрый день добрый день добрый день Олег Платонов российская газета у меня вопрос такой почему вы решили почему вы предложили татарстан в качестве площадки для электронного голосования есть ли какие-то договоренности по этому поводу и как вы оцениваете эксперимент с татарским языком не обижаются ли другие этносы в каком ключе это будет продолжаться дальше этносы не то что Олег обижаются но вот у меня есть там в друзьях скажем нынешний руководитель бурятия Алексей Циденов мы с ним недавно он приезжал в Москву и говорит а почему ты по бурятски ничего не делаешь не обижен по татарски сделал а по бурятски говорим по бурятски не сделал а что это то я говорю ну знаешь татары третий этнос в Москве после русских и украинцев вот формальная отмазка конечно но это не обида ну давай сделай короче я говорю я подумаю я понял что как только я сделаю мы говорим по бурятски рядом с говорим по татарски у меня будет говорим по ненецки говорим по якутски ну и вот радио там как бы сложновато тем более надо искать другие форматы не обижаются но заметили все заметили и в этом смысле никакого эксперимента нет потому что мы рассматриваем эту программу в Москве на федеральном канале на федеральном эхо как образовательную мы показываем какая цель ребята российская нация это не славянская нация это сплав и на языке это видно откуда пришли вот это же русский язык это не татарский язык откуда пришли слова в русский язык грубо говоря где корни этого как это все выросло да мы говорим о том что это единая нация имеется в виду не национальность а нация да общность проживания и вдруг оказывается что люди даже не думали о том что главная улица москвы ну пешеходный арбат извините имеет корни отнюдь не славянский скажем мягко и вот это заставляет людей быть как нам кажется более толерантными друг к отношению друга да это гораздо глубая история в этом смысле этот эксперимент оцениваю положительно теперь что касается электронного голосования почему я предложил и почему я нахожусь в дискуссии вот я уже знаю что элла сана панфилова не поддержала в принципе то что я сказал не только по тарстану но вообще ну и что ну не поддержала а президент зимбабве может поддержать какая разница история в том что это будет все равно это будет все равно мы движемся к электронным услугам когда мне говорят а вот смотри там банк взломали 60 миллионов там утекло и что кто-то отказался от банка после этого кто-то испугался и забрал деньги из банка или перестал пользоваться карточками сократил пользу да нет конечно просто электронные услуги во всем мире движутся с разной скоростью и вот в этом голосовании мы первые первые в эстонии голосование электронное досрочное значит дальше надо смотреть чтобы не повредить идеи то есть надо это же эксперимент и надо готовиться к тому чтобы была готова площадка и там где люди уже привыкли к электронным услугам есть же места где они не привыкли к электронным услугам мы изучали в каких крупных городах в россии люди все чаще и чаще чаще и чаще пользуются прибегают к электронным услугам и выяснили что это Москва и Казань чистая математика я уж не говорю про то что айти технологии у вас как в республике развиты я тут же позвонил бывшему министру связи Николаю Никифорову немедленно и сказал у меня просьба давай встретимся у тебя есть специалисты может быть в нашей системе что-то там дыры может быть она не доведена может быть ты понимаешь давай тащи сюда хоть весь инополис или мы к тебе приедем нам все равно давай у нас полтора года давай платформу сделаем вместе еще раз скажу это энтузиасты они работают не за деньги они платформу делали что называется в свободное время мне нечем оплатить и поэтому мне казалось очевидным что не что не Москва и области Татарстан а Москва и Казань станут вот такими площадками где люди смогут выбрать между электронным голосованием и обычным но в Москве чтобы вы поняли в этих трех округах из 45 где мы проводили меньше двух процентов решились на электронное голосование остальные бумажные меньше двух процентов а теперь самое интересное когда эстонцы заводили электронное голосование в четвертом году на первых выборах два процента выбрали электронное голосование прошло 15 лет и в 19 в этом году в мае месяце на выборах Европарламента 48 процентов выбрало а 52 бумагой шаг за шагом мы не торопимся но это будет все равно вот оно будет все равно в России с 1 июля начнут выдавать электронные паспорта айди карты вместо вот того что у нас тут все есть представляете вот эти вот айди карты будут значит и Москва и наш мэр пошли и попросились давайте начнем с Москвы мы готовы и будут выдавать 18-летним и 45-летним и пожелания никто насильно не будет заменять и в правительстве боролось две концепции вот инсайт вам дает два вице-премьера сцепились и покатились на совещании у Медведева потом в аппарате президента значит Юрий Борисов который вице-премьер который отвечает за вот почему я встречаюсь общаюсь и с одним и с другим который отвечает за цифру за электронные там все эти истории он был сторонником того чтобы во все на всей территории российской федерации начали вот 18-летним это выдавать все пошли в обязательном порядке не по выбору вот у него такое видение было и мы таким образом наращивая троллей а значит Акимов Максим который тоже отвечает за цифру он говорил нет давайте выберем пилотные регионы и посмотрим и только по желанию и тут в общем подсуетился Собянин который сказал мы готовы Москва готова Москва правда готова просто объем электронных услуг просто фантастический и мы будем продолжать дальше вот умный город это история я фанат этой истории потому что я вижу что мой 18-летний сын он в этом уже живет он живет только электронными услугами мне это чуждо противно не понимаю но я понимаю что они так живут для них для вас для нас это инструмент вот для нас вот электронные услуги инструментом купить заказать скоммуницировать а для них для вас это среда обитания вы там живете это мы считаем что это вот только в одну сторону а там на самом деле все коммуникативно поэтому это неизбежно что мы люди которые есть люди которые занимаются серфингом здесь есть нет ну хорошо представьте вот волна вы на доске как выжить знаете как выжить если волна обрушится вам пиндык знаете оседлать волну на гребель вскочить и она вас сама понесет ну как парус да не грести против ветра поставить парус косой парус может оплыть против ветра типа вот история с электронным голосованием олег да это поставить парус ветер дует все равно вы конечно можете дуть против урагана пожалуйста кому хочется но ветер дует и снесет если вы не поставите парус и силу ветра не используете ваших интересов поэтому я считаю что вот я сделал первый проброс сейчас я вернусь в москву во вторник у нас идет в москве обсуждение итогов электронного голосования после чего я надеюсь что меня поддержат уже структуру уже это не будет моя личная безответственная позиция это личная безответственная позиция у меня вот и тогда я вернусь и уже буду конкретно разговаривать здесь уже при поддержке никифорова я сегодня конечно затронут вопрос шаймию потому что президент шаймиев сейчас он как бы не принимает решение да говорить об этом с президентом это говорить şeyi комприниманное механом это принимать решению зачем ангажировать на принятие решений не надо пусть думает пусть собирает экспертов да а вот говорить шаймиев человеком просто авторитетным но который не принимает решение которое дает совета мне кажется в этом смысле важнее если он скажет это не годится я буду думать что же ему так я не смог объяснить попробую вот как с вами поговорил так и с ним буду говорить никаких новых слов добрый день газета бизнес онлайн мы с вами встречаемся я тоже извините немножко тупо потому что меня тоже был вопрос про электронное голосование но я такой вам вопрос хочу задать вот не считаете ли вы что все-таки руководство власть абстрактное такое понятие татарстана не даст вам провести этот эксперимент поскольку ну а как то есть у нас с камерой то не везде разрешали ставить то есть у нас привыкли давать 70 80 процентов за единую россию а тут своим электронным голосованием то есть ну скажите пожалуйста у меня какие риски вот мое предложение какие у меня риски я по моему объяснил я по моему объяснил почему именно татарстан мне там в администрации говорили а давай на сахалине я говорю вы с дуба упали вы еще скажите на кораблях тихоокеанского флота там какой в этом смысл на сахалине даже интернет извините меня нестабильный какой в этом смысл что касается руководство татарстана я за них не буду принимать решения я буду убеждать я считаю что я прав я считаю что население казани я могу сказать про казань тоже смотрел слой используя электронные услуги она к этому готова она к этому готова два процента к этому готова как минимум два процента не хуже чем в москве почему я так считаю потому что я оптимист я могу вам сказать что когда я шел со своей идеей электронного голосования два года назад в москву меня не поддержал никто поначалу не мэр не московское правительство это не просто не поддержал были против не в администрации надо же федеральный закон принимать по эксперименту до федеральный закон через думу проводить президент должен подписать значит но мне показалось что она того стоит штука значит мне удалось убедить мэра который нехотя это делал потому что вот система построена так что нельзя не взломать не вбросить вот ныне нельзя вот эта система я не взломать не вбросить и туда внутрь никого не пускают вот невозможно она едет автоматически я не могу объяснить систему блокчейна я сам не понимаю что они там я до сих пор не знаю почему свет горит это вот потому что щелкнул выключателем понимаете потому и горит но я просто сделали видели проверяли не взломать не взбросить но это же нормально мы к этому идем и если там руководство тарстана по любым причинам скажет нам это не интересно найду другой субъект федерации но у меня нет никаких данных что это было воспринято негативно это обсуждается отлично я также обсуждал это в москве я также перетягивал на свою сторону москвичей я встречался со всеми лидерами политических партий я встречался по этому поводу и дискутировал по этому поводу от зюганова до навального да и они не поддержали как вы знаете не они не поддержали ну и что но и они может быть боятся и деньги доверять банкам ну и что но пусть ходят с чековой книжкой я не знаю может они боятся летать на самолетах но пусть ходят пешком это неизбежно и те кто первые на это оседлают эту волну те и пройдут дальше пожалуйста вам французы это вели в прошлом году отменили даже не довели до голосования ну правильно а нам а мы довели а мы довели и опять никто не доказал ни взлом не вброс и все вот эти вот недоверенные не доверять вообще человеку свойственно не доверять и руководителям свойственно не доверять и президент я знаю долго колебался прежде чем подписать закон мне пришлось использовать все мои лоббистские возможности чтобы те люди которые меня поддерживали в конечном итоге президентом тоже объясняли насколько это важно россия вообще чтобы вы понимали по экспорту я скажу еще более широко по экспорту она не только газ и нефть она может экспортировать айти услуги но вы создаете продукт для публики и все увидели вот эта россия делает а мы не можем пока мы люксембург мы сша мы франция мы здесь впереди могут там на этом поломать ноги можно поломать ноги можно поломать ноги это называется эксперимент если у вас и так 78 что бояться чего бояться то и так 78 а вот вы замерьте в этих двух процентах вы замерьте в этих двух процентов это же градусник это градусник нельзя говорить я больной ли я здорово если вы не знаете какая у вас температура просто нельзя спасибо время вопроса студентов пожалуйста сперва вот вы молодой человек потому что именно студенты не студенты у нас я думаю мы обычно делимся мальчики-девочки а тут студенты не студент алексей алексеевич а чего кто вам посылает рассматриваю подсматриваю студент первого курса ренат целяхуддинов новой национальной медиа мне просто такой вопрос вы довольно таки легендарный человек на своем радио и мне только на своем радио не только на своем во всей россии и поэтому такой вопрос каково быть главным редактором одного из популярных радиостанций нашей столицы спасибо смотрите почему столица вот я в казать слушайте слушайте это давит это давит это накладывает определенные обязательства это когда ты не подчинен сам себе вот я немного был замешан в украинском обмене пленных как известно и вот сидим мы тут в перми перед полетом суда и у меня звонит телефон а я не беру трубку потому что пранкеры часто звонят да и если незнакомый номер я отдаю свои помощницы она начинает ворковать пытаясь выяснить кто это специально и вот звонок я передаю ей трубку она говорит да а вы не могли представиться да владимир владимирович сейчас соединю но это был другой владимир понимаете но вообще по-моему так сейчас опять на украину вам родная да то есть это жизнь себе не принадлежит грубо говоря в каких-то вещах я конечно очень тщеславен мне нравится меня станут на улице делают селфи здороваются очень тщеславный вон моя фигура тут стоит это самое я сам себе там нравлюсь больше чем вот так вот молодой красивый двухметровый вот но на самом деле это тяжелая работа всегда должен помнить что в любую секунду если что-то произошло ты должен сорваться делать вот история я вижу там майку я иван голунов я не знал кто такой голунов всем понятно что я был один из тех кто его вытащил это по моему очевидно я его не знал но в ту секунду когда мои сотрудники я был вообще в другом городе в петербурге начали пасово подписывать письмо его защиту а я не могу подписать письмо я не знаю может он действительно наркоман откуда я знаю может у него действительно были наркотики я не могу свое имя которое весит там поставить под письмом когда я в этом не уверен и вдруг я понимаю что 30 моих сотрудников в возрасте до 30 лет подписывают это письмо у нас нет запрета на подпись солидарной журналистами нет меня даже спрашивать никто не будет можно или нельзя я вдруг почувствовал что вот это мое как бы нежелание или лучше сказать безразличие в их глазах к судьбе неизвестного мне ивана голунова начинает на меня давить будь я обычным сотрудником да пошли в жопу понимаете ну вы подписали я не подписал я подписал другое письмо или 3 или 4 когда ты главный редактор ты понимаешь что у тебя все чего-то там подписывает о чем ты не имеешь понятия начинает давить поэтому я поехал разбираться в полной уверенности что поймали наркоман более того у меня же мой сотрудник евгений ройзман бывший мэр екатеринбурга который был рядом который с этими наркоманами и наркоделиями борется быть новый их всех надо значит у крут наркотики и такое да он меня еще завел а потом я уже ехал в сапсане он мне звонит 6 утра говорит алексей алексей что-то там мутно как-то я посмотрел что пишут мне ройзман говорит вы это сейчас когда будете встречаться вы там знаете что спросите это это и это я же не понимаю да я там все записал что спрашивать там начальник полиции прокурор на опять мной манипулируют хотят воспользоваться мной как главным редактором вот того самого легендарного радио приехал сдаю вопросы вижу нет ответов у людей нет ответа они сами думают что он торгует нарком у них нет ответа в деле оперативном деле нет и вот за один день стало понятно что дело мутно потом суд переводит его на домашний арест мы продолжаем этим заниматься хотят не моя работа я главный редактор эхо почему я должен заниматься вытаскиванием журналиста другого издания по уголовному обвинению моя работа моя работа публиковать все я рассказывать историю там они встречаться в закрытом режиме там с правоохранителями и говорить ребята объясните может вы и правы только объясните мне я же должен ну так же как я встречаюсь вот по любой теме вы мне объясните что у вас есть то я же вижу кейс пустой может у вас сам что-то под столом так достаньте ты не понимаешь игру так объясните когда я не понимаю я потратил три дня полных фу моей жизни на то что не должен делать если я вот нормальный вот вам что такое главный редактор эхо москвы я никогда почти не подписываю коллективных писем потому что как только коллективное письмо и там есть моя фамилия я знаю что люди которым адресовано это письмо так это иванов петров венедиктов они знают что я подписываю очень редко отнесем начальнику венедиктов просто так не подписывает это тяжелая история лучше быть легкомысленным и безответственно большая ответственность совсем не веселая работа я может сейчас бы ходил бы и ел бы чак-чак чем с вами сидел ответственность надо отвечать на ваши странные вопросы о том что я легендарная личность в рамках одной маленькой радиостанции здравствуйте меня слышно да да меня зовут фифела федор первый курс магистратуры вопрос в продолжении вот межэтнической темы в соседней удмуртии откуда я родом месяц назад был нашумевший случай когда профессор удмуртского языка альберт разин совершил акт самосожжение в поддержку собственно своего языка эхо москвы было одним из немногих сми которые эту историю освещали за это вам спасибо во первых а во вторых ни одно удмуртское язычное издание за этот месяц толком не провела никакого расследования и в принципе эта история скорее замалчивалась чем освещалась вопрос следующий почему многие межэтнические проблемы нынче принято решать путем замалчивания спасибо ну смотрите во первых я про это вы будете смеяться я про эту историю ничего не знаю я свое радио не слушаю она мне глубоко против но я действительно не слышно мы понимаете это сейчас скажу страшность рутинная банальная работа случилось освещай первое я передам вашу благодарность своей информационной службе потому что начали поняли важность этой истории вторая история этнические вопросы или межэтнические вопросы реально чрезвычайно тонкие реально каждый неосторожное слово я вам сейчас как бы объясняю почему мы разучились освещать тонкие вещи мы разучились затрагивать этнические проблемы с уважением у нас как только возникает публичном поле этническая проблема у нас либо ее замалчивают либо относится к ней без уважения двух сторон со всех сторон вплоть до того что скажем история вот с новым законом о языке прошлогодняя я даже с путином об этом говорил и говорил что это ошибка потому что как бывший школьный учитель истории я увидел в этом может быть ошибочно президент считает что я ошибаюсь раздел школьников внутри класса вот взрослые разберутся да но при этом мы про это с ним говорили не публично понимая что каждое его слово в первую очередь может быть интерпретировано как угодно а проблема есть они загнаны под ковер и это неправильно но вторая часть проблемы здесь я согласен с президентом путином что иногда грубая позиция или там огрубленная позиция может привести к такому взрыву но не взрыва но взрыву вот как там самосожжение в том числе значит вот я говорил о бурятии там митинги то все вы же из москвы и наверно отсюда мы не видим что там например в добавлении к политическому столкновению как мне объяснил президент бурятии возникло разделение не возникло разделе а проявилось разделение на восточных западных бурятов и пишет знаете что там эти считают что их обидеть мы про это ничего не знаем но там реально возник в том числе этнический национальный протест или контр протест внутри и люди которые в этом ничего не понимают ему очень легко про это рассказать почему адмуртские сми там не занимаются расследованием может вопрос а что там расследовать вот расследовать акт самосожжения или расследовать проблему с языком значит как только возникает проблема с языком скажу страшную историю когда мы запустили говорим по-татарски меня в администрации президента некоторые мои друзья сказали что ты работаешь на сепаратистов каких сепаратистов а где у нас сепаратисты ты работаешь там это вот потому что на эхе выходит трехминутная программа в день говорим по-татарски вы больные вообще а то что у меня там часовая программа на украинском языке идет это я работаю значит на вражескую эту самую бандеровскую украину я говорю вы вообще это такой испуг потому что люди не знают как потому что в публичной плоскости то что я говорил в соцсетях которые принесли изменения языка до грубого стала вот мразь вот это то что вы спрашивали да она вызывает так последствия страшнее чем события и мы не умеем это освещать и я у себя проводил несколько таких лекций семинаров у журналистов говорю аккуратнее аккуратнее потому что вы должны почувствовать себя там обиженным меньшинством или торжествующим большинством как какой там нет правильно вообще там нет правильных решений там нет правильных там есть правильный баланс который не знает как найти поэтому единственный рецепт с уважением ко всем сторон у слова уважение я имею ввиду интонационное и лингвистическое да в публичной сфере должно быть понимание каждой стороны в этих вопросах это не обязательно разделять точку зрения но понимать почему это происходит с этой стороны с этой стороны надо и надо демонстрировать это понимание даже когда его нет понимания потому что это у людей очень болезненно это знаете все равно как ты идешь по больнице сидит лежит человек там с раной ноги и ты вот так похлопываешь по ровно тому месту где порез ты ничего не хотел ты хотела ободрить а ты его именно по больному месту очень аккуратно известия татарстана яс хасанов насколько часто и сильно на вас хотят повлиять или наказать за суровую правду там на ковер вы или заложда на ковер вызывают автомобильная катастрофа или что-то еще и насколько как вы определяете границу дозволенного вы ведь в ответе и в том числе и за гостей которые у вас в студии что они скажут и ляпнут тоже ну повлиять хотят каждый день это понятно что здесь вот такое странного да люди понимают что эхо москвы это хоть и не самое большое радио но это брендированный источник уважа уважительный и самое главное нас слушают люди принимающие решения не услышат так в дайджест положит распечатку поэтому люди влияют безусловно пытаются влиять вы думаете вот со мной там я не знаю президент встречается потому что такой красавчик что-ли что-то я сомневаюсь не на мягкий разговор опять же с президентом менихановым же очевидно что он как бы излагая мне свою как бы свое представление он меня вербовал или влиял это его работа и так любой поэтому эта часть работы я понимаю пределы это но угроз практически сейчас нет бывало на там знаете надо иметь не только замечательных друзей но и надо мерить замечательными врагами да такие люди были с доносами к президенту ходили я до сих пор по москве передвигаюсь в сопровождении потому что мои самые доброжелатели не очень доброжелательны скажем так но это профессиональный риск я могу там я уже все я пенсионер кстати у меня есть пенсионное достоверение я могу уже спокойно уйти и жить на покое поэтому я я всегда пристали к бедному пенсионеру вот но это профессиональный риск да есть такая история безусловно она ну как бывает пределы дозволенного что очень важно в пределах дозволенного то что в редакционной политике все вот эти ограничения должны быть журналистам объявлены мною заранее да сейчас объясню что значит ну например у нас существует такой такое понятие запрета когда мы мы публикуем разные расследования какие дела и там кто бы там их не делал газета собеседник фбк там коммерсант мы их просто с их согласия публикуем все но когда речь касается детей известных людей да у нас наступают ограничения если эти дети сами не являются субъектами ну взрослыми вот у нас была история с new times там же на льба создавала она сделала расследование по женщине которую все считают дочерью президента путина катерина тихоновой расследование в журнале с фотографиями все мы конечно его опубликовали но моим приказом мы изъяли фотографию подъезда его до ее дома да то есть мы взяли а вот это изъяли и когда жена мне устроила скандал что я цензурирую и расследование сказал секундочку вот твой маленький журналчик и мое большое их мы взяли полностью ваше расследование конечно это вы сделали но поскольку я сам знаю как ко мне в подъезд приходили люди до которые там угрожали моему сыну я просто изъял фотографию этого подъезда что она добавляет к твоему расследованию что вот фотография именно этого подъезда где живет эта женщина да вот это мы перейти не можем несовершеннолетние дети то же самое если конечно твой ребенок там занимается бизнесом по ну да поэтому не про детей навального не про детей путина если они или внуков скажем путина мы публиковать не будем вот вам красная линия и неважно навальный это или путин то есть не будем и все у нас есть история мы обсуждали ее три дня возвращаясь к вашему вопросу три дня тому назад наши гости то у них же язык тоже меняется из-за этого всего это же до всех касается они тоже стали в эфирах употреблять там слово гнусь мразь но такие да причем конкретным людям просто известная гнусь там такой-то политик что делаем я говорю это просто не наш язык но это гости на журналистам просто запрещено и все запретил и все до свидания не будете соблюдать приказ главного редактора но ищите другого главного редактора или другой редакции а что касается гостей значит ну мы не несем за них ответственности тем не менее юридически если в прямом эфире это я говорю вы должны реагировать как реагировать вот приходит там гости говорит это гнусь ну хорошо негодяй это оскорбление нет а гнусь а как а список а список а дайте нам список да я же я говорю я вам не роскомнадзор вот есть четыре матерных корня до роскомнадзор мы же запросили какие слова нельзя употреблять нам прислали четыре матерных корня они там сейчас во всей медиа я мы пишем запрос а слово мудак можно мы получаем ответ на бланке роскомнадзора за подписью главы роскомнадзора слово мудак можно после этого после этого а как главному редактору объяснишь вот это оскорбление это не оскорбление я говорю когда так происходит вы гостя спрашивать а почему вы так считаете ну пусть мотивирует но мы такой ход нашли другого хода нет потому что язык проникающий из соцсетей в обычную жизнь это с этим ничего не поделаешь значит твоя реакция как профессионального журналиста до скорректировать восприятие попросив уточнить вы не вызываете гнусью почему а кто у нас еще угодно понимаете надо поговорим о слове гнусь ну например почему это этот подлец там я не знаю кто там не знаю этот подлец жириновский нельзя любишь ты жириновского подлец трамп это оскорбление или это квалификация ну расскажи о подлом поступке который сделал трамп да это можно а прогнус нельзя а прогнусный поступок но объяснишь что ты считаешь гнусным поступком объясните вот мы вот из таких вещей вот понимаете да да это утяжеляет программу но делает радио более профессиональным и яду это было три недели 3 3 дня тому назад совещание возникает новое явление его надо разбирать ну а что касается упреков вы же знаете что эхо москвы этим и гордимся только единственная медиа который президент три раза публично при всех критиковал то есть нас он замечает все остальные могут быть незамеченным вот и два раза с ними согласился публично один раз согласился что это наш косяк так бывает ничего страшного послушайте если мы можем критиковать президента за его работу слушателя наши значит наш слушатель имеет право нас критика и вопрос справедливости критики обсуждаем в прямом если он публично мы тоже публично ничего не сделаешь да потому что мы в публичном поле и нам важно что наши слушатели путин ли это вы ли это да понимали нашу позицию понимали нашу позицию можете не соглашаться но должны ее понимать это сложное поверьте меня для главного редактора отвечая молодому человеку тому который встал и на туда это очень сложная работа выдумайте главный редактор человек который сидит собирает там подарки выступает там как павлин перед вами не не вот я сегодня я выйду и начну и пока я буду будем ехать значит к шаймиеву и открою телефон посмотрю что у меня на эхо посмотрю жалобы которые ко мне приходят на почту дам распоряжение проверить эти жалобы потому что очень много жалоб идет ну не дослышали называется да мне сегодня у меня утром получилось замечательно я просыпаюсь в 6 утра первое письмо от дмитрия олега чарогозина лёша там невзоров у тебя совсем сошел с ума что у меня каждый раз цепляет ну я не знаю что невзоров его цепляет потому что я здесь они взор в питере прошла программа я не слышал не видел я начинаю смотреть там действительно невзоров упнул там сказал типа что вот на марсе будет ходить в железных лаптях единственная фраза за дело я пишу дим ну ты ответь скажи что ты подаришь ему лапти нет я с ним шутить не понимаете чем я занимаюсь вместо того чтобы запускать ракеты в расход нет и я понимаю и я дмитрий олегович я его понимаю так его все клюют а ему видимо запретили публично отвечать я так думаю потому что он обычно лезет ну ну вот так ну и что ну 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 вот конкретный случай сегодня утром испортили мне завтрак я сырники не доел мне нужно было набирать и ехать сюда вот тут двумя пальцами набирал а значит причем александр глебович невзорова не будет никакого там указания замечания усмешечки и так далее потому что я считаю что журналист да вот если у него есть там красивая такая история я знаю что я получу сегодня люб даме на секунду мой мобильный мне сегодня александр глебович невзоров не него не про это спасибо не про это сказал сейчас я вам скажу что он сказал на самом деле я вот это мне сегодня прилетит точно но что с этим делать я не знаю сейчас я вам прочитаю вот он сегодня сказал вчера вечером сказал вот интересно говорит невзоров если путин решится открыть в инстаграме страничку я уже напрягся как начал читать а натолкнул меня опять же рогозин я искал его попал на путина так бывает как будет выглядеть после этой истории профиль путина и что будет написано в его статусе дальше невзоров предполагает вероятно можно предположить цитата любые работы с коленями ставлю поднимаю испепеляю перебиваю добрый мальчик вова империи под ключ как угодно дорого получу сегодня приветик алексей алексей здравствуйте меня зовут данил сапаров вот про путина как раз начали я ничего не говорил невзоров я тут был у меня алиби у меня алиби несколько дней назад путин показал пример рассказал о примере как делаются новости до на примере моста знакомый его знакомого работает главным редактором возможно даже это вы и когда пригласили их на открытие моста редактор сказал если бы мост развалился мы бы приехали открытие моста для нас не новость вот так устроены до медиа то что бочка меда это не новость а ложка дегтя дегтя всегда новость и журналисты всегда обвиняют то что они стремятся показать только негативные стороны жизни как соблюсти вот этот баланс и исходя из этого вопрос вам как раз на эту тему вас немножко потроллили на канале тнт в comedy club как раз на ту тему что вы всегда показываете ищите только негативные стороны жизни какая была ваша реакция о моя реакция очень простая известно я велел этот ролик нарушая авторские права тнт разместить на сайте эхо москвы вот моя реакция они наверно хотели другого но получили там уже там четыре с половиной миллиона просмотров слава пришла как говорит один мой приятель если тебе отбивки для твоих программ пишет шнур если у тебя интервью берет дуть если тебя показывается comedy club жизнь удалась вот жизнь удалась да поэтому здесь я я сторонник карикатуры я сторонник карикатуры это и вид искусства ну вот заметили слава тебе сколько главных редакторов они не заметили сколько главных редакторов кусают локти что я их так что здесь все нормально новости но я не буду вам подтверждать и или опровергать что это меня имел ввиду владимир владимирович но близко к тексту вы знаете на самом деле по большому счету не бывает хороших и плохих новостей вот когда мы говорим какую-то новость каждый человек ее применяет самые потребляемые новости условно говоря погода вот новость в якутске страшные морозы минус 42 градуса хорошая новость или плохая обычная нет неправда это хорошая новость для школьников они не пойдут в школу понимаете для этой части аудитории да эта новость хорошая а для тех кто хотел улететь из якутска она плохая потому что аэропорт закрылся вот и все вот на нейтральной новости я вам показал хорошая и плохая если бы мост развалился да собственно разговор то был шире это хорошая новость для украинцев которые считают что мост построен незаконно это хорошая новость извините для строителей которые получат новые субсидии на новый мост так давайте так скажем и плохая новость для тех кто хотел по этому мосту ехать поэтому на самом деле в таком более широком разговоре мы же не знаем как наши новости потребляют вот новость условно говоря ну хорошо там бушует ураган это хорошая новость или плохая в каком-то городе для жителей города наверно плохая для тех людей которые не хотели поехать там школьники должны были ехать туда с экскурсии там бушует утром отменили экскурсии опять свободно хорошая засуха в смысле жара хорошая новость или плохая для гуляющих людей хорошая купаться в фонтанах для сельского хозяйства плохая я конечно упрощаю но принцип подход к новостям хорошая новость или плохая определяет потребитель этой новости они производитель этой новости а производитель должен просто обвлекать ее в яркую одежду там условно говоря там какие-нибудь новые знаете там надой молока на одну корову выросли на 20 процентов это вообще не новость но даже если это новость о хорошая новость нет молоко невозможно столько хранить нет хранилищ плохая новость цены на молоко упадут для тех кто продает молоко плохо вот у нас в россии в прошлом году был замечательный урожай так сельхозпроизводители жаловались упали закупочные цены на зерно для них это плохая новость что хороший урожай вот же в чем дело понимаете да и в этом конечно владимир владимирович лукавит он прекрасно понимает это все но ему надо было вставить шпильку ну ну хорошо подумаешь еще одна шпилька на плюс 1 что называется я сказал я не опровергай не подидаю но я разделяю точку зрения того неизвестного нам главного редактора у которого друг в друзьях путина который вот это я разделяю его . я отвечаю я разделяю точку зрения того неизвестного вам и мне главного редактора неизвестного друга неизвестному путину я могу короче говорить просто камила закирова 1 курс магистратуры вопрос такой по поводу отношения статуса журналиста в обществе то есть моем личном понимании сегодня журналист некотором роде как бесплатный перчик воспринимается многими профессионалами других областей то есть приглашать на пресс-конференции приглашать на пресс-подходы и так далее это с удовольствием чтобы показать какие мы классные а потом когда начинаются критические вопросы буквально летом распространилось видео когда федеральный канал представителя местной чинуши просто взял и физически выгнал вытащил выпил вам сказать из кабинета двоякое отношение получается вот хотела спросить что вы об этом думаете докажи двоякое отношение такое же к врачам вылечил спасибо не вылечил убийца но слушайте какая разница в обществе к журналистам разные отношения мне кажется что вообще если честно мне вообще кажется обобщать нельзя и журналисты которым относятся с уважением есть журналисты которым относятся с презрением и наоборот есть люди которые к одним журналистам относятся с уважением и презрением и наоборот ну вот если бы я еще заморачивался, как ко мне относятся люди, я вообще не смог работать. Потому что в любом случае журналист вводит в зону некомфорта свою информацию. Я не скажу, отвечая на предыдущий вопрос, коллеги, когда мы сообщаем новость, что такое новость? Новость это изменения. Люди не хотят изменений. Они не хотят изменений. Это нормальное желание человека сохраняться в комфорте, даже в неприятном. И журналист ему сообщает, вы знаете, там повысили тарифы. Я же не журналист повысил, но он плохой гонец. Или он говорит, вы знаете, вот пример совсем хороший. Когда началась война с Украиной, я буду говорить как Лукашенко, мы же тут люди не луцемерные. Мы же не луцемерные люди. Мы же понимаем, что это конфликт России и Украины. Мы же тут информированные не луцемерные люди. Я там вчера говорил, после чего Песков сказал, это неправильно. Это неправильно. Ну вот я выбираю Лукашенко. Так вот, мы потеряли где-то порядка 10% слушателей в Москве. И когда я там обсуждал эту проблему с коллегами американцами из NBC, начал паблик радио, они сказали, о, Алексей, когда началась война с Ираком, мы тоже потеряли 10%. Кто ушел? Не те, кто был сторонником войны, а те люди, которым было неприятно слышать, что их страна ведет несправедливую войну. Ушли тонкие люди, да? Ну что теперь делать? Не работать? Они вернулись сейчас. Мы сейчас вернулись, мы вернулись к доукраинской теме. Мы сейчас в Москве миллион в день слушатели. Мы вернулись к этому миллиону. Но я потерял часть аудитории. Люди приходят, у вас там, значит, пропутинский, там, не знаю кто, вы приглашаете, там, Маркова, да? Мы не будем слушать эхо. Вообще и детских передач, вообще эхо, бойкот. Ну, что я могу сделать? Или у вас там антипутинский, Шандерович, мы не будем слушать эхо. Что я могу сделать? Да? Ну не слушайте эхо. У меня ответ такой, вот 54 радиостанции, ну, до свидания. Что я могу сделать? Поэтому их отношение, оно, конечно, влияет на меня, безусловно. Но выбор все равно за мной. Я умею сопротивляться влиянию. И я не заморачиваюсь. То есть я заморачиваюсь, но в моих решениях и в моем поведении, вот я вам сказал про, я тупой, да? Он мог испугаться и сесть. Я учу их не пугаться. Ну, приблизительно так. Не обращайте на это внимания. Вот если вы знаете, что вы делаете для них, для них, кто вас не любит, общественное благо создаете, ну, и продолжайте делать. Добрый день. Меня зовут Павел. Я учусь на третьем курсе на журналистике. Смотрите, у меня вопрос касательно теории поколений немного и социальных лифтов. Сейчас в информационном поле постоянно везде, и в деловых СМИ, и в общественно-политических появляется информация про поколение Z, про то, как с ними работать и так далее. Хотя на самом деле никто еще не знает, как с нами работать, потому что мы только становимся платежеспособными. И нам предвещает не самое оптимистичное будущее. Но все умрем, я знаю. Да, да. Говорят то, что нас ждет бедность, безработица и так далее. Ну, и мы сейчас уже видим, кстати, в России, то, что социальные лифты не работают. Вот. И вопрос к вам первый. Первое, это как журналисты, какую деятельность могут осуществлять журналисты, чтобы заставить власть, если она не видит еще того, что социальные лифты не работают, увидеть эту проблему. Это во-первых. А во-вторых, ну вот у вас у самого сына, ему 18 лет, он тоже как бы входит в эти временные рамки. Как вы его воспитываете, какие советы ему даете, на что настраиваете? Спасибо. Ну, журналистика, первый вопрос. Журналистика, это все очень просто. Вы должны описывать проблемы, вы не можете дать ответы, но поскольку вы знаете, что вас там читают, слушают, видят, там люди, принимающие решения, вы говорите, есть проблема. Вот мы ее вам описываем. Вы можете от нее отмахнуться, но она есть. И долбить. Ничего больше журналисты делать не могут. Своей работой показывать проблемы и отсутствие решений, которые сейчас здесь. Это банальный ответ, но поверьте мне, он самый эффективный. Что касается моего сына, я могу сказать только одно. Я представляю, что он должен быть самостоятельным. Он не должен говорить, это вы меня заставили, это вы меня втолкнули. Он сидит в своих компьютерах, в своих гаджетах и там ведет самостоятельную жизнь. Веди самостоятельную жизнь не только в онлайне, но и в оффлайне. Принимай решение, будь ответственным. У него дополнительный груз, его тоже зовут Алексей Венедиктов, это дополнительный груз, мы даже обсуждали с ним вопрос, может мне мамина фамилию взять, потому что когда его останавливают гаишники, о, попался. Алексей Венедиктов, сейчас мы тебя. Папе привет. Я говорю, это твой выбор. Моя точка зрения такая, но выбор будет твой, я не обижусь ни на какой твой выбор. Я его воспитываю, как будто он один на необитаемом острове. Я ему говорю, вот советов не дают, ты спросил мнение, я его высказал, поддержу любое твое решение, но выбор твой. Потому что когда-то ты останешься один и не будет рядом папочки, который сможет тебя прикрыть. И с 12 лет он принимает самые дурацкие решения, которые я только знаю, но это его решения. Я их поддерживаю всех, даже самые дурацкие. Потому что он несет ответственность за свои решения. Не передо мной, а перед друзьями, учителями когда-то, сейчас перед сокурсниками, перед гаишниками. Вот и все. Другого хода нет. Люди должны уметь самостоятельно делать выводы. Я всегда говорю, у нас нет никаких решений на радио, не должно быть никаких рецептов, вообще не должно быть. Мы ничего не знаем, мы дилетанты, но мы говорим, есть проблема, давайте мы вам ее опишем. Это как с хорошими и плохими последствиями новостей. Есть новость. А хорошая она или плохая, это вы решаете. Это не мы решаем. И когда мне говорят, давай сделаем передачу хорошие новости, я говорю, ну попробуйте хоть один выпуск делать. Обязательно позвонит кому-нибудь дяде Васе и скажет, а меня из-за этого меня вот это, я в больницу попал. Ну давайте попробуем. Поставили новый светофор, я из-за этого опоздал на работу. Стоял, 10 минут не переключали. Все. Вот есть проблема, решение за вами. Заслушайте. Дальше давайте. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Ирина Егорова, интернет-портал Казанферст. Такой к вам вопрос. Один известный нам политик сказал о том, что Казань завалили федеральными деньгами. Как вы считаете, завалена ли Казань деньгами? И второй вопрос, если позволите. Вчера вы разговаривали с Сельсуром Медшином по поводу, в том числе, транспортной инфраструктуры и велодорожек. Он сказал, что легче запретить. Как вы считаете, готова ли страна в целом к переходу на велосипеды? Если да, то что для этого требуется? Я не понимаю. Второй вопрос. Такая страна, я вот не умею кататься на велосипеде. Россия в целом. Нет. Вот я часть России, я не умею кататься на велосипеде. Поэтому мне тьфу на ваши велодорожки. Понимаете? И вообще они отнимают там либо пешеходную, либо эту часть. Слушайте, это то же самое. Россия страна, город, неважно. Стоит из очень разных людей. И вопрос совсем не в том, готова ли Россия или не Россия. Вопрос, как к этому прийти, чтобы это было компромиссное решение. Чтобы были минимально ущемлены интересы автовладельцев и пешеходов. Минимально. Для этого, условно говоря, должны собираться вот эти будущие велосипедисты, автовладельцы, пешеходы этой улицы. Дальше математика должна, как это передвигается, создает ли это пробки. Дальше специалисты по безопасности. Это история компромисса. И там гораздо важнее, умеет ли эта улица, этот город, эта страна, найти компромисс. Вот где лежит корень вопроса, а не в том, там готова ли страна. Значит, если действительно, как говорит Ильсур Медшин, в Казани, я же не знаю, он мне цифру не назвал, велосипедистов больше, чем автомобилей, он наизусть не помнил, значит, возникла проблема. Значит, эта проблема технологическая, ее надо решать, и город с ней должен согласиться или не согласиться. Значит, надо предлагать разные решения с участием этих людей. Ильсур, по-моему, это понимает. Я понял, что он так понимает, поэтому он не торопится с кардинальным решением. Что касается федерального, я бы мечтал, чтобы меня завалили федеральными деньгами. Жадные суки, ничего не дают. Ну, жадные. Если они вам дают, я могу только завидовать. Но я действительно проблему не знаю. Для этого надо здесь жить и понимать. Федеральные деньги на что? Вот на что. Вот когда-то была универсиада, до сих пор эти федеральные деньги у вас работают. До сих пор. Это же вопрос не в том, что они федеральные, а в том, что они вложены в инфраструктуру, которая до сих пор работает и создает прибавочную стоимость, создает там славу, тщеславие, я не знаю чего. Значит, они были правильно применены. И в этом смысле слово заливает, да, зачем нужны эти стадионы? Все по телевизору давайте смотреть. Марш там, Валенсия, Барселона, оттуда. Зачем стадионы вообще нужны? Давайте там паркинг сделаем для велосипедов. Например, я вас уверяю, всегда найдется 10% сумасшедших, которые будут за паркинг для велосипедов вместо стадиона. Точно. Это тоже вопрос компромисс. Денис Каловский, я буду короче отвечать. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вы в своей вступительной речи сказали, что набираете раз в год или два раза в год одного из журналистов молодых. Чего не хватает современным выпускникам журфака, каких знать, в каком направлении и что бы вы преподавали на журфаке, если бы вас пригласил преподавать Ильшат Гафуров? Смотрите, я не уверен, что вообще необходим журфак. Вообще. Имея в виду программу. Смотрите, когда ко мне приходит журналист, я вообще не знаю, что он заканчивал. Заканчивал он вообще чего-то. Мой первый заместитель информации, лучший информационник страны, Володя Фламеев, заканчивал кулинарный техникум. Все остальное он научился на работе. Значит, что нужно знать для журналиста, это точно, как менялась журналистская этика с веками. Что было нельзя, теперь можно. Что было можно, теперь нельзя. Все уже забыли, что Пушкин тоже был журналистом. И Белинский был журналистом, и Писарев был журналистом. Другая этика. Вот это знание ставит тебе рамки. Все остальное, широкое гуманитарное образование, если раньше я принимал людей с двумя языками иностранными, сейчас я уже спрашиваю, если три уже хорошо, два уже, это банально. У меня сидит человек там с китайским языком, мало ли что произойдет, сидят с корейским языком, это важно. Ну и знание компьютера, социальные сети, я скажу вам по секрету, что я безусловно изучаю социальные сети кандидатов, что он там пишет. Безусловно, это влияет на мое решение, а никак не образование. Руслан Давлетшин, интернет-портал «Казанский репортер», а также магистратура Жорфа ККФУ. Вопросы вот какие. По Москве в сентябре, в августе и в конце июля прокатилась волна протестных акций. Они были самыми масштабными со времен Болотной, как я понимаю, ну по крайней мере я так считал. Ну вы правы. По численности. Да. Вот. Будет ли экспорт этого протеста, будет ли протестный потенциал нарастать и будет ли его экспорт в регионы в таком масштабе, в котором эти протесты происходят в Москве. И второй вопрос. Что изменится, когда в России сменится президент? Он не сменится. Фантазии ваши какие-то. Хорошо. Когда-нибудь же он сменится. Нет. Плохо. Смотрите, по первому вопросу это связано не только с Россией, это связано на мой взгляд, да, это мой взгляд. Это связано как раз вот с изменением социального поведения, которые начались с арабской весны, когда возникают отдельные комьюнити в онлайне и в момент острого кризиса они переносятся в оффлайн. Понимаете, да? Мы видим совершенно непонятные пока недоученные и заученные желтые жилеты во Франции, которые вводят тысячи людей, но на выборах они набрали меньше двух процентов, да? То есть, вот эти протесты не перерастают в политическую выборную историю. Я имею ввиду желтые жилеты. Тремя списками пошли, набрали два процента. А при этом выводили сотни тысяч. Сейчас меньше. И уже без всякого конкретного требования. Поэтому я думаю, что улица становится частью политического процесса вообще в мире. посмотрите там на марше против Трампа в Америке. Странные марши там женщин, детей. Они странные, но улица становится очень важным элементом, где встречаются люди из оффлайна. Они находят себя там в защиту кошечек. Улица в защиту кошечек. Потому что они договариваются там, они там общаются, они там живут и в какой-то момент они понимают, что это недостаточно, чтобы защитить там кошечек. Или свободу, говорю я серьезно, и они выходят на улицу. Поэтому это не экспорт из Москвы. Я думаю, что это новый язык политики вообще. Вот уличные манифестации, которые могут быть с насилием или без насилия, это новый язык политики. Это не повтор там майской демонстрации 1886 года. Абсолютно так это вот это и есть новая история. В интернете нет лидеров. В этих комьюнити нет лидеров. То есть даже тот человек, который ведет там какой-нибудь блок, он не может вести улицу. Совершенно верно. Это атомизированная улица, которая вот, знаете, это магнит, пыль, это железная пыль рассеянная в интернете. Потом магнит, событие, не человек, а событие, магнит. Была история на уличном протесте, но это правда был прошлый год, когда был молодежный протест в Москве, и со мной встретились некоторые люди из Росгвардии и говорили, что, как, чего. Я говорю, ребята, вообще обратили внимание, что молодежь даже не замечала, что не пришел Навальный, Навального взяли на входе. Вот они там ходили по Тверску, они даже не заметили, что нет. И вообще лозунги слышали? Они говорят, ну слышали. Я говорю, что они кричали, помните, товарищи генералы? Товарищ генерал они кричали Путин вор. Я говорю, правильно они кричали. А скажите мне, пожалуйста, а что им отвечала вторая часть толпы? Неправильно, в смысле лозунг, правильно, такой был. Они говорят, а мы не помним, они кричали Дамблдор. Чего? Я говорю, вот, Путин вор, Дамблдор, Путин вор, Гриффиндор. Они так кричали, это реально, это есть на пленках. Вы понимаете, другая система протеста. Ну пошли думать. Я говорю, не думать надо, а читать Гарри Поттера. Думать они пошли. Добрый день, Шакиров Руслан, первый курс международной журналистики. Будет ли цензура душить нынешние СМИ и в целом ваши прогнозы о свободе слова в последующие пять лет? А как же, конечно, будет душить? А зачем же она нужна, чтобы не душить только? Если она существует, она должна душить. Иначе, зачем она существует? Цензура, вообще-то, в России запрещена. Я считаю, что для России гораздо большей угрозой является самоцензура. Когда внутри редакции перепуганные в усмерть главные редактора, а иногда и сами журналисты сами себя душат. Вот это самоограничение гораздо страшнее. Оно будет нарастать. Но с другой стороны, будут развиваться соцсети. Ты не можешь это сказать на своем канале, ты выходишь и несешь это в своем аккаунте. И у тебя в аккаунте людей больше, чем тебя слушают на твоем канале. Так тоже может быть. Анна Глазунова, корреспондент телеканала УнивертВ. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, в рамках встречи с Митимиром Шаймиевым, какие главные темы будут обсуждаться? Будут ли затрагиваться вопросы национальных языков и полилингвальных школ? И знаете ли вы о том, что у нас в КФУ готовят тоже учителей по этому направлению, вообще, насколько вы считаете перспективом? Спасибо. Я не понял, по какому направлению. Полилингвальных школ. А полилингвальных школ. А насчет о чем я буду говорить с Митимиром Шаймиевым, я говорить не буду. Я собираюсь затронуть тему, но я знаю его отношение к языковой проблеме, что мне с ним про это говорить. Я его знаю. Что мы будем тратить время на то, что мы понимаем оба. Я считаю, что билингвое или полилингвое это счастье. Вообще счастье. Вопрос, как это имплантировать и согласны ли родители. В этом смысле я только могу приветствовать. А с Митимир Шаймиевым, почему мы будем говорить свободно, ровно потому, что мы не анонсируем темы. Любые темы президент затронет, я на любые готов ответить. Как и здесь. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Студент первого курса Илья Андреев. Что вас увлекает в жизни, кроме политики? Меня политика не вовлекает совсем. Не вовлекает. Почему вы решили, что она меня увлекает? Ну как, что там. Красивые женщины, хорошее бухло, возможность путешествовать. Масса людей, с которыми я познакомился благодаря своей работе. Вот я, как я могу, если бы я не работал журналистом долго, как бы я мог с таким человеком, как Шаймиев, разговаривать, да? Для меня это интересно. Ты живешь ради интереса. Много чего увлекает. Деньги очень люблю. Смотреть на них. И вот здесь, если позволите, где наш разговор может уйти уже в обсуждение хорошего бухла, что есть красивые женщины, я предлагаю его приостановить. Почему приостановить? Потому что все-таки очень надеюсь, что вы и дальше будете у нас в гостях, да, и будете принимать наше приглашение в дальнейшем продолжить вот тот разговор, который сегодня вот на таком прекрасном совершенно, да, тематическом взлете я прошу приостановить. Ну да, Гриффин Дорс, я понимаю. Поблагодарить вас и пожелать всем нам дальнейшего плотного, в том числе и творческого, вы заметили, что вот многие уже присматриваются, как вам попасть, в том числе и творческого сотрудничества. Я очень плохой руководитель, ребят. Я очень жестокий, диктаторский. У меня сейчас в среднем эхо Москвы должно журналисту в среднем 18 недель отпуска. Это значит, что я в среднем каждого журналиста 4 года не отпускал в отпуск. Ну, какой отпуск вы с ума сошли? Тут митинги, потом тут выборы, потом тут тарифы. Какой вот вы сдурели? Так что имейте в виду, прежде чем подумать, личной жизни не будет, я вам обещаю. А как же с трудовой инспекцией? А с трудовой инспекцией мы договоримся, товарищи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok